МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Самсонов. Здравствуйте. Алексей, расскажите, пожалуйста, такое громкое название Ассоциация молодых физиков Чувашии. Откуда пошло такое название? Ассоциация молодых физиков Чувашии – это научное общественное объединение молодых ученых, аспирантов и студентов-физиков. Мы начали работать в феврале 2013 года, и буквально на днях нам исполняется 4 года. Свой устав мы подписали именно в День российской науки 8 февраля. И сколько же сейчас в вашей ассоциации членов? В нашей ассоциации примерно 50 членов. Из них это студенты старших курсов, молодые преподаватели, учители физики в школе, аспиранты и молодые исследователи. Хорошо. Давайте тогда расскажем, чтобы было понятнее нашим телезрителям, чем Ассоциация молодых физиков Чувашии занимается сейчас на данном моменте. У Ассоциации два основных направления. Первое направление – это научное, исследовательское и инновационное, в рамках которого мы пишем совместные статьи, занимаемся грантовой деятельностью, подаем заявки на такие гранты, как РФФИ, создаем инновационные проекты в рамках грантов программы «Умник». Мы организовываем Всероссийскую ежегодную конференцию по солнечной энергетике благодаря поддержке гранта РФФИ. И второе направление деятельности – это работа со школьниками, популяризация физики как предмета. В рамках этого направления, этой деятельности, мы организуем осенью Олимпиаду для школьников по физике на призы Ассоциации молодых физиков. Там у нас действительно ценные призы. В январе мы готовим школьников на Всероссийскую Олимпиаду по нанотехнологиям, нанотехнологии «Прорыв в будущее». А в феврале мы организуем фестиваль научных открытий. То есть у вас весь год учебный расписан для студентов, школьников? Да. Мы работаем со студентами, привлекаем, помогаем им выполнять курсовые работы, дипломные работы. Либо мы отбираем студентов, у которых есть интересные идеи, которые можно потом реализовать в рамках грантовой деятельности. А, например, какую-то идею можете привести в пример? Какие грантовые проекты удалось осуществить, либо, на ваш взгляд, кажутся интересными и перспективными? Благодаря содействию ЧГУ и нашего председателя Александра Смирнова мы ежегодно выиграем грант РФФИ на проведение Всероссийской конференции по солнечной энергетике. Она проходит в июне. Благодаря поддержке фонда мы эту конференцию организуем. Как Вы считаете, все-таки физика привлекает школьников сейчас? Тяжело их завлечь в Вашу ассоциацию? На самом деле... И вообще, кто может стать членом Вашей ассоциации? Что для этого нужно? Какие процедуры, может быть, нужно пройти? На самом деле все просто. Членом ассоциации может стать любой желающий в возрасте до 35 лет. Мы хотим видеть в наших рядах студентов старших курсов, аспирантов, молодых ученых, а также молодых учителей физики, которые работают в школе. Всех мы их приглашаем в сотрудничество. У нас есть сайт amf21.rf. Там есть наш устав, положение, с которым можно ознакомиться и там же подать заявку. Мы рассматриваем эту заявку и уже дальше знакомимся лично. Если говорить о школьниках, то действительно физика всегда пугала детей в школе. Очень трудно преподавать физику. Поэтому нужно каким-то образом сначала детей завлечь. Показать, что этот предмет в школе не такой страшный, не такой трудный. Мы привлекаем детей с помощью различных демонстраций, опытов, лабораторных работ. Проводим экскурсии на предприятия и в университеты ЧГПУ, ЧГУ. Вот таким вот образом мы работаем со школьниками. Через, конечно же, членов ассоциации, через молодых учителей. Ну вот вспоминая свое школьное прошлое, все-таки физика ассоциировалась с какими-то формулами страшными, названиями во всю доску. А школьников сейчас, кроме… Вот фестиваль науки, да, вы проводите, организуете уже третий год подряд. Для этого как раз устраиваются фестивали, чтобы показать, что физика – это не только сплошные формулы и задачи. Мы в этом году в третий раз уже будем проводить фестиваль. Он также приурочен к Дню российской науки. Именно фестиваль для детей от шести лет. Мы детям показываем, что такие предметы в школе, как физика, химия, биология, они на самом деле очень интересны. Это не просто голые формулы, много текста в книжках. На самом деле это очень интересные науки, и за ними может быть будущее. Ну вот есть какой-то уже пример, все-таки фестиваль три года подряд проводится, что детей, увлеченных физикой, стало больше. Или вы такую статистику не ведете? Может быть, из личного опыта, из общения, от родителей вы слышите? Такую статистику тяжело, конечно, провести, проанализировать. Но те дети, с которыми мы занимаемся, которых мы готовим к Олимпиаде, нанотехнологии прорыва в будущее, они занимают призовые места и уже связывают свою жизнь и сдают экзамены именно по физике. Скажите, ассоциация, можно сказать, молодая, четыре года, все-таки не такой большой срок, но тем не менее, какие-то цели, задачи, планы на будущее вы себе ставите? Что вы хотите еще достичь? Чего вы хотите еще достичь? К чему стремитесь? У нас есть планы на будущее. Мы хотим в дальнейшем развиваться. Мы планируем более активное участие с предприятиями Чувашской Республики. На сегодняшний момент мы работаем с такими предприятиями, как Завод солнечных модулей, Новочебоксарский, и Селара. Далее мы планируем заключить договоренность с ЭКРА, с предприятием Гален, в рамках которой будем реализовывать профориентационную деятельность. Показывать на примере работы предприятия, что важны знания физики, химии и в смежных инженерных областях. Какие-то школьники уже посещали такие предприятия, экскурсии? Что рассказывают? Какие впечатления? Школьникам очень это интересно, потому что то, что они читают в учебниках, они это видят наглядно, как работает. Большое спасибо тем, кто соглашается принять школьников, выделить время на это. И действительно школьники в восторге после посещения. Например, чаще всего мы организовываем экскурсию на завод солнечных модулей, а также на солнечную станцию в ЧГУ, где школьники могут посмотреть, как изучается солнечная активность, как собирается информация, куда она попадает на компьютер, как потом она обрабатывается и как на самом деле получается электричество из солнечных модулей. То есть все наглядно. А тогда предприятия как охотно идут на такие условия? Пускают к себе на производство или все-таки приходится прикладывать усилия? Конечно же приходится прикладывать усилия. Тяжело влиться в график работы предприятия. Где-то есть цеха, в которых нужно соблюдать определенные меры безопасности. И, конечно же, туда попасть трудно. Но мы стараемся. Ну что ж, мы пожелаем вам удачи. Ассоциация молодых физиков Чувашии пусть развивается, процветает. И поздравляем вас с наступающим днем рождения и с Днем российской науки. Спасибо. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. Это была программа «По существу». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия.